приветствую всех и сегодня вам скажу как производить резервное копирование на системе freebsd так и перед тем как мы начнем хочу сделать небольшое объявление я тут все-таки закончил свое приложение android вот выложил уже его play market то есть что это за приложение данное приложение содержит себе простой справочник по freebsd то есть вся информация которую я делаю здесь то есть видео youtube выкладываю текстовый вариант на сайт также поступает в данное приложение может храниться и используется в оффлайн режиме то есть это полноценное приложение которым является полноценным справочником то есть ссылка будет под описанием принципе можете посмотреть и установить если понравится то оставить в принципе объявление закончено и давайте теперь начнем собственно сама тема резервного копирования делать мы это будем с помощью теле ты дамп и то есть мы будем и делать backup всей системы и разворачивать ее на другом сервере разворачивать будем с помощью утилита restore то есть backup dump утилита восстановление утилита restore и давайте начнем для начала нам нужно посмотреть что у нас вообще какие есть разделы настолько один раздел это корень то есть у нас находится на одном диске что упрощает нашу задачу так и давайте тогда пожалуй посмотрим если у нас интернет так мы будем передавать бк по сети сеть сейчас перезагрузим так То есть, смотрите, принцип самого резервного копирования заключается в том, что вы, так сказать, обезопасиваете состояние своего сервера от случайных сбоев, допустим, вышел из строя жесткий диск, либо, допустим, вы установили какой-то сервис, который все вам попортил, всю систему, пол-системы, поломались файлы. То есть, вы сделаете полный бэкап-системы и можете спокойно с такой же категорцией развернуть другой сервер и на него слить просто этот бэкап, развернуть на нем. То есть, у вас будет та же самая система на последний момент, можно сказать, актуальная, когда вы сделали бэкап. Так, давайте зайдем. Почему-то у нас и конфид не понимается. Ага, вот и проблема. То есть, у одной небольшой ошибки может быть много-много проблем, что, в принципе, бывает часто. Давайте прямо отсюда все перезагрузим. Нет и в. Все, сеть у нас есть. И теперь, так, нам нужно посмотреть на наши разделы. Мы уже посмотрели их. Диск, на среднем один. Давайте попробуем создадим... Так, что у нас... В корне я уже создал две папки, test1, test2. То есть, когда мы развернем бэкап на другом сервере, у нас, собственно, должны появиться эти папки. Так, и... Так, и... Наверное, начнем. А, стоп, создадим к вам еще директуре одно, которое назовем ее «бэкап». Так, и, собственно, давайте начнем. Вводим название нашей утилиты Dump и будем включить. Первый — ноль, то есть, будет сделан полный бэкап. Потом — а, это AutoSize, то есть, позволяет, допустим, если у нас довольно-таки широкий, образ получается бэкапа, то есть, он позволяет использовать все место на носителе, куда мы закачиваем. То есть, у нас проблем, допустим, не должно быть, если у нас там объем носителя где-то 3 гигабайта, и образ получается где-то 2,8, то есть, он, в принципе, все место займет и спокойно сделает данный бэкап. Так, большая L — это у нас означает, что бэкап будет делаться с живой, то есть, работающей системой, то есть, не с оффлайна, но не придется указать с Live CD, чтобы сделать бэкап. А именно делаем, так сказать, с живой системой резервную копию. Так, далее. Указан параметр «Rew». Ну, в принципе, вы можете его не указывать. Это параметр, который указывается при… Это история группы о дампах. То есть, она будет использоваться при последующих дампах, если вы будете делать их регулярно, особенно если вы поставите свои дампы в крон, то есть, на диспетчеры заданий. Вот, ну, в принципе, в хэндбуке FreeBSD также указан параметр, давайте мы будем его пропускать, а также введем. И параметр «F». «F» означает, что мы будем записывать дамп в файл. Так, указываем, как у нас будет называться, наш «Damp». Назовемый «Damp1». Так, и, собственно, указываем, что мы будем с вами… Мы с вами будем полностью всю систему бэкапить, то есть, корень раздел. Потому что у нас все разделы находятся в корне. Собственно, мы указываем корень. И нажимаем Enter. И у нас может появиться такая ошибка, то есть, «Can not create snapshot» «Напшот» у нас с определенного ранних «Journal Soft Updates». «Soft Updates» выключить можно таким образом. Нам нужно перезагрузиться и залогиниться в режиме «Single User Mode». То есть, проще играть в безопасном режиме и отключить «Soft Updates». Нажимаем «Цифру 2». Появляется приглашение «Shell» мы его подтверждаем. И здесь вводим такую команду. «ChunFS – J» и указываем имя нашего раздела. Наш раздел, на котором лежит наш корень. «Адональп2», потому что «Адональп1» – это наш «Boot» раздел, то есть загрузчик. Поэтому указываем «Адональп2» и нажимаем «Enter». Так, сейчас. Так, здесь нужна еще функция «Disable». Собственно, мы указываем ее. «Disable». Все, мы отключили с вами softupdates самих дисков и теперь можно обратно перезагружаться в систему и продолжать нашу операцию резервного копирования. Данная проблема с softupdates, то есть софтверным обновлением параметров жестких дисков, появилась где-то с девятой версии. То есть сейчас оно решается только таким образом, если у нас загрузится безопасный режим, сингломодвизор и отключить данную опцию. Так, все. И мы, собственно, продолжаем то, что мы не доделали. Вводим наши предыдущие параметры. Место, куда будем делать наш dump, то есть backup. И указываем всю файлую систему, то есть наш корень. У нас, в принципе, раздел сейчас диск не очень большой, потому что мы особо никаких программ не ставили и, собственно, как видите, довольно-таки быстро завершился. То есть если у вас система будет с множеством разделов, с множеством подключенных, допустим, дисков, соответственно, у вас будет больше времени затрачено на данную операцию. Ну, как видите, в данный момент все прошло довольно-таки быстро. Так, и теперь мы можем приступить к второму этапу. Сейчас мы с вами создадим новый сервер и сделаем разметку чистую и туда, собственно, зальем нашу систему. Так называем машину как fnewf. Дадим гигабайт 8. Подключим, соответственно, наш носитель и настроим сеть. И давайте приступим. Мы также с вами включили сам образ установочной FreeBSD, но мы ничего устанавливать не будем. Мы всего лишь воспользуемся, так сказать, небольшой опцией LiveCD. А именно, возможностью разметить диск и скачать по сети нужно нам дамп. Здесь переходим в Shell сразу же и смотрим сразу на наш... можем так посмотреть. Видим наш диск на 8 гигабайт, собственно, называется AD0. И давайте приступим к его разметке. Это, в принципе, ничем отличается, как когда мы с вами делали разметку диска. Кстати, в данный момент я пользуюсь своим же хэндбуком, то есть, собственно, и своим приложением, чтобы вспомнить, что все-таки делать с разметкой. Потому что все выговоря не удержишь, а это довольно-таки удобная вещь. Так, создаем таблицу разделов GPT. И здесь первым делом добавляем наш загрузчик. Так, создаем таблиц. Так, загрузчик мы сделали, и теперь давайте создадим наш раздел root. Тогда сначала посмотрим сколько у нас места осталось. Место у нас осталось, должно остаться нормально, 8 гигабайт, отлично. Так, и создадим наш раздел. Размер мы дадим, давайте 5 гигабайт. Японцы в комментариях обсуждалась тема слаба, то есть я в видео добавлял слаб в сам конец, хотя в принципе в некоторых руководствах слаб делается ближе к диску, чтобы быстрее считывалось. Ну, может быть, на каких-то древних компьютерах это актуально, где скорость реально важна, но вот сейчас, допустим, на тех же самых виртуалках, либо в VDS, которые тоже используются, грубо говоря, один и тот же диск, ну, даже в серверах, допустим, SATA 3, там, допустим, SATA 3, скорость она незначительна вообще. То есть сама FreeBSD, она сама в себе очень нативная и быстрая, поэтому я как-то не вижу смысла поры передвигать свап туда или ближе, или в конец, но сделай просто сейчас ближе к корню. Зададим у нас 12 мегабайт. Так, и нам понадобится еще один раздел. Этот раздел у нас будет иден под временное хранилище, то есть мы с помощью него сможем скачать, ремонтируем его к системе, на которой мы сейчас находимся, и с помощью него, это будет как наше промежуточное хранилище. То есть мы закачаем из первичного сервера дамп в него, из этого уже дамп развернем систему уже на корень, потому что в LiveCD места особо не представляется много, да, таких файлов, которые нужно закачать. Поэтому мы данный раздел будем использовать как временное хранилище. Ну, по сути, то же самое, темпы, только самодельный. Так, и давайте создадим его. Посмотрим на наши созданные разделы. Все верно, 5 гигабайт по систему, в 12 это swap и 2,5 гигабайта под временное хранилище. Так, давайте посмотрим настройки у нас. Это у нас 124-й айпишник, здесь давайте сделаем 130-й. Вот так. посмотрим и теперь добавим, собственно, маршрут в основном это роутер у вас, я думаю, так же ну, возможно, какого-то это будет какой-то свой шлюз поэтому это временный делаем операцию и проверяем, что у нас все работает все работает отлично теперь давайте подключим на первом сервере настроим FreeBSD кстати, вот я название сделал забавно довольно-таки F1F то есть можно запутаться ну, в общем, первоначальный сервер, с которым мы будем сделали уже дамп это F1T называется так, собственно, здесь давайте мы сейчас еще включим доступ ROOTA PSSH и перезапустим SSH так, а здесь на данном сервере то есть не на сервере можно сказать, я еще пока на LICD с размеченным жестким диском а, забыли одну вещь сделать нужно отформатировать созданный новый жесткий диск так, как видите P1 это наш бут-загрузчик P2 это наш корень P3 это наш swap и P4 это собственно наше временное хранилище так, давайте отформатируем P2 и P4 так, и теперь примонтируем сейчас перейдем в директорию допустим в директорию mnt создадим здесь папку B1 нужно перейти в B1 это наш будет backup и создадим здесь папку R1 это будет наша корневая система естественно давайте перейдем в B1 и скачаем наш dump проверим как он называется у нас все было нормально называется root1 dump размеру 159 мегабайт давайте воскачаем скачиваем поставляем запросы на добавление nessah ключа и начинается скачивание. Собственно, еще раз повторюсь, то есть, как бы, если бы у нас была просто временная папка TMP в LastLifeCD, то есть, если бы мы не подключили бы хранилище, естественно, у нас бы просто не скачался сам образ, и мы бы не смогли с вами продолжить дальнейшее восстановление. Так. Посмотрим, что у нас здесь. Да, все, здесь. И теперь переходим на переходим с вами в территорию root. Так, стоп, одну секунду. Пардон, да, вот как раз таки эта ошибка есть. RightFileSystemIsFull, то есть, я не премонтировал наши разделы, созданные, естественно, он скачал их TMP, но ему не хватило места. Удалим недокачественный файл. и давайте подмонтируем наши разделы. и то же самое сделаем с четвертым разделом, и подмонтируем его B1. И то же самое сделано с четвертым разделом, и подмонтируем его B1. И повторяем операцию скачивания. Так, файл у нас скачался. Посмотрим его размер. Видим, 159 МБ. Так, выходим и заходим в территорию R1. Ну и, собственно, здесь мы заворачиваем сам образ. Делается команда restore с параметром минус R. То есть, основном используется минус R, если, допустим, мы еще используем инкрементальное восстановление, если у нас есть один полный бэкап, и мы постепенно выбиваем его инкрементальными, но также он может использоваться для общего восстановления, поэтому мы его просто укажем. И минус F, то есть файл. И указываем файл, с которым мы будем восстанавливать. Так, и осталось только нажать Enter. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, как мы видим, система развернулась. То есть, бэкап у нас прошел успешно. Давайте даже загрузимся. В процессе загрузки мы понимаем, что у нас сейчас с вами будет идентична система, что я на первом сервере. То есть, естественно, там будет и то же самое IP-шник. Поэтому не удивляйтесь, если вы не погасите первый сервер, если вы делали заворачивание бэкапа и у вас что-то не завелось. У меня в плане каких-то сервисов сетевых. Так, и как мы видим, у нас все идентично вплоть до хост-нэм. То есть, вы видите, F1T. Даже могу там тут набрать. Естественно, здесь то же самое. И, собственно, FIF-config. То есть, как вы понимаете, это полностью система, что и была на первом диске. На первом сервере. Ну, в принципе, довольно-таки не очень сложная операция резервного копирования и восстановления. Но это очень полезная штука, и ее нужно всегда иметь в запасе и уметь делать. Потому что, если у вас есть какие-то сложные, серьезные проекты, и вы не хотите в один начале их потерять, там, что с ними случилось, всегда нужно иметь в запасе вот такой вот инструмент, как резервное копирование. особенно если используете FreeBuds, да? То есть, это два, не даже хорошо. Вот, собственно, такой довольно-таки простой муал. И, в принципе, я также за тексту версию выложу на сайте. И, еще раз говорю, сделал приложение, так что по ссылке посмотрите. Если вам понравится, тоже можете поставить там лайк в гугле. То есть, спасибо, в принципе, за просмотр. Всего хорошего. До свидания. До свидания.